Доброе утро, дорогие друзья! Просыпаемся, заряжаемся бодростью и присоединяемся к нашему интервью, которое сегодня будет особенно интересно социопатам в студии Екатерины Орлова и Михаил Кириллов, и у нас в гостях Андрей Прикотенко, главный режиссер Старого Дома, а также актеры Анатолий Григорьев и Александр Вострухин. Ну, понятно, не просто Старого Дома, театр, а Старый Дома. Какой-то человек сидит в Старом Доме и режиссер. Да, да, да. Ну, разговариваем сегодня о спектакле премьера, которого будет через месяц, социопат называется. Кто из вас социопат? Да. Кто, кроме нас, с Катей, социопат? Давайте раскрывать все ваши тайны. Давайте начнем, наверное, с Андреем. У нас здесь вот ребята сидят, они оба социопатами. Оба социопатами. Поэтому у них и роли, собственно. Ну, так сделано, что играют многие, много ролей, поэтому социопата играет и Саша, и Толя. Так же, как и не играют его, то же самое, и Саша, и Толя. Так, это как трактовать тайны спектакля? Ну, так вот сделано, знаете, что много кто, чего и играет. До сих пор еще не понимаем, кто чего. То есть спектакль про социопата, на сцене много людей. Ну да, логично. Ну, расскажите немного о чем там, какие сюжетные линии, какие там перипетии, какие тайны. Или там просто сидят два человека и все. И все, да, и ничего не делают. И не разговаривают с другими. Они пригласили, не смогли пригласить в студию весь наш состав. Не значит, что там сидят всего лишь два человека. Не значит, что они сейчас вот рядом. Не значит, что у нас это не 20, да, понимаете. Сколько задействовало? Могли бы и все прийти, если бы пригласили. Это наш прокол, да. А сколько у нас задействовало? Что, 10? Так, 13. 13. 10-13. А, не, 10. 13-13, так, знаете. В зависимости от того, сколько пришло. Ну, чем 10-13. 13-13. Ну, так о чем спектакль-то? Как происходит? Сюжетную линию-то раскройте. Уши. Скрывать. А можно? Хотя бы чуть-чуть. Интересно. Ну, что за основа была взята, да? Какое? А ты знаешь, вот я такой странный эффект, наверное, на таком странном себя поймал сейчас эффекте. Вот в этой же самой студии. Месяца два назад я уже рассказывал про этот спектакль. Ну, прям совсем подробно. Ну, не правда. Вы нам обещали, да, Гамлет. Ну, конечно, мы упоминали, но не подробно. Правда-то заключается в том, что это тот же самый спектакль. То есть вы нас так обманули. Ну, стерец. Вот, кстати, завтра пришел человек, рассказал про Гамлет, а потом говорит, да, Гамлет, социопат. Вы просто в нейки названий одно и то же показываете. Всегда. О, премьера, другой спектакль. Два месяца назад я рассказывал про этот спектакль. Да. Я вам говорил о том, что премьера должна быть в марте. Точно так же, как и сейчас скажу об этом сейчас. Только тогда это было за три месяца, а сейчас за месяц. Ну, вы сказали, что он Гамлет будет. Вы же говорили Гамлет. Где подвох? Вы говорите, что вы меняете название и играете один и тот же спектакль. Меняем мы название или не меняем, но мы его еще не играли вообще. Понимаете? Вы же тогда было за четыре месяца. Это очень сложно, мы с этим потом разберемся. Давайте все-таки вернемся к социопату. Любите все разложить по полочкам, чтобы не было ничего понятно. Так, ну давайте. А вам вообще можно разговаривать? Да, я с трех. Да вот мы тоже не знаем. Когда вы прокатили без Андрея, как-то, по-моему, разговорчивее были. И тайну какую-то соблюсти хоть. Нет, что интрига же должна быть. Конечно. Да тут сплошнее. Ну, можно сказать, что мы там гоняем на гироскутерах. Интересно стало? Хоть немножко. Нет? Для чего это? В чем связь гироскутера и социопатия? Для чего? В смысле, зачем вы это делаете или у вас просто интерес? И то, и другое. Например, что самое интересное, наверное, на репетициях, это вот как раз-таки гоняние на гироскутерах. Вы из-за этого и в театр устроились работать, я так понимаю. Нет, такого счастья не ожидал даже вообще. Я, кстати, тоже езжу, между прочим. Зачем? Ну, как это? Интересно, просто погоди. Они нас все отвлекают от спектакля, они хотят рассказывать. Может быть, хотя бы расскажете, что за персонаж там будет, кто главный герой, что с ним происходит. У вас вообще главные роли, нет? Да. Да? Да. Самые. Кого играет? Ну, сейчас я, например, репетирую дядю, роль дяди. Рост-то дяди? Да. Или чьего-то дяди? Так у нас выпрессано, его дядю. Дядя сына. Дядя сына. А он дядя? Дядя. А где отец? Нет. А где отец? Нет, он сын отца. А я брат отца. Я брат отца. Мы когда успели? До. До спектакля. Поэтому начинается с 13 актеров, потом 10 актеров. Переводите, да. Остается потом гораздо меньше. А, в конце. Это сейчас мы начинаем еще, не знаем, либо сразу с 13 начать, либо с 10. А под конец-то останется вообще практически, там никого не останется. Вот это да. Интрига. На поклон один режиссер только выходит. На неразгутый. Закономерный результат творческого процесса. Ну, конец спектакля мы уже узнали, да? Что же там дальше происходит, точнее, впереди? После спектакля. После спектакля. Это тоже очень интересно, по ходу спектакля, да. Да, по ходу. Если сам процесс... У меня такое впечатление, что вы пока не придумали спектакль. Не готовы, да. Либо в роль жили, социопаты не хотят общаться, думают, да. Сидят и думают про нас всякое. Почему? Социопаты очень любят общаться. Они, наоборот, не могут без социума. Кто? Социопаты. Вполне очень даже любят. Да? Да, они больше... Им нравится, чтобы люди, наоборот, как-то так шевели. И появились из-за них, то есть как-то попрыгали такие, то есть как-то поволновались. Панипулировать немножко. Не больше именно это, да. Манипулировать вами нравится. Да, закидывать какую-нибудь тему вам, например, интригу о спектакле, понимаете? То есть мы подопытные в данном случае. Так получается, само собой социопат, что он начинает ставить опыты над людьми. А вы социопаты? Насколько просто вам близка эта роль, хотелось бы узнать? Может быть, вы гиперобщительный, не любите манипулировать? Может быть, в конце вопроса вы так продолжите молчать? Да, это, кстати, самораспространенный ответ социопата. То есть когда его пытаются вывести на какую-то тему, там, или насчет, там, прижать его, так, к ногте, там. Вы просто получите какое-то такое невразумительное молчание, что даже и сами забудете свои вопросы. Вот вы о чем у меня спрашивали? А я забыла. Я тоже социопат. Чтобы справиться с ролью спектакля социопата, все-таки нужно быть социопатом. Не обязательно. Социопат вообще очень такая сейчас модная фигура, наверное, стала. Почему? Если посмотреть на все сериалы, опять же, ну, Шерлок, Декстер, настоящий детектив. Доктор Хаус. Доктор Хаус. Ну, да. А как вы думаете, почему этот образ такой востребованный сейчас? Ну, это для сценаристов очень неудобный образ. Это сразу конфликт, уже внутренний конфликт есть у человека. Я уж социумом, как вообще благодать. То есть любого человека возьми, он уже с ней в конфликте. Как пришла идея вообще создания именно такого спектакля? Как пришла идея создания спектакля? Что? Я перер... Это внутренний конфликт. Перер... Перер... Ну, как бы ваш вопрос сам себе еще разочек задаю, чтобы иметь возможность задуматься. А, то есть когда я задаю задуматься, повода нет. Я вообще уже не помню, что с игрой. Мы так уже ушли далеко вперед, да, что с чего все началось, уже... Давайте попробуем вспомнить. Трудно, да, вспомнить. Но, значит, в интриге, так или в основе этого спектакля есть один очень известный сюжет. Мы про него уже сегодня поговорили. Один очень известный сюжет. Ну, там много всяких разных сюжетов. Ну, сейчас сегодня известный сюжет, который меня на протяжении долгого времени мучил, не покидал. Мне казалось, что я хочу к нему обратиться заново на другом уровне и найти звучание этого сюжета в себе, в своей душе или, допустим, в умах и душах артистов как следствие зрителей сегодня. То есть найти отзыв к этому сюжету в сегодняшнем времени. Потому что тексты, которые есть, классические, традиционные, они не производят на меня впечатление. Более того, я вижу спектакли по этим текстам сделанные, там, в разных других каких-то театрах. И они не производят на меня впечатление не потому, что там плохо играют, потому что там плохо сделаны, а потому что текст не дает мне возможности проникнуть в этот сюжет. Ну, то есть, грубо говоря, там, я, знаете, как неосовременевый, неосовременевый, вернее, персонажей, переодевая их в современные костюмы или погружая их в современную среду или там всяческие разные другие вещи. Не делайте, но я в это не верю, потому что они говорят слова, которыми мы уже не пользуемся в жизни. Они такие речевые конструкции используют, которые все равно меня отправляют в какую-то другую совершенно среду и заставляют у меня возникать какие-то другие совершенно ассоциации. Короче говоря, я решил, что, ну, знаете, очень жалко, что нету перевода на сегодняшнем, ну, во всяком случае, для меня удобоваримого сегодняшнего времени, или там Бродский в свое время собирался переводить эти тексты, и он этого не сделал. Вот, ну, Бродский, Бродский, я решил, что я возьму и вот сам для себя сделаю такой опыт. Не для театра, не для постановки, не для публичного использования, вот просто для себя я попробую взять эти тексты и переписать, для того, чтобы они стали бы производить на меня на самого впечатления. Или, в общем, короче говоря, мне вот так вот захотелось сделать. И мне тяжело судить. Вам, наверное, будет это лучше. Ну, мы посмотрим, да. Когда вы придете, посмотрите, насколько это получилось. Оценим, обязательно оценим. И оценим, да. Ну, и продолжим, естественно, наш диалог после небольшого информационного блока. Друзья, мы продолжаем наш разговор, и нам удалось разгадать этот ребус, то, что ваш спектакль-сестафар, вот кто, о чем вы рассказывали раньше? Применили силу и узнали, и узнали, что, оказывается, это Гамлет. Нет. Нет. Опять 25, опять сначала. Потому что зачем вы нам тайны выдаете? Так это, наоборот, интереснее будет. Конкуренты заплатили нам, что в эфире сказали. То есть это завуалированная пьеса Шекспира, и вообще не она. Почему вы не хотите рассказывать? Потому что мы на этой загадке строим свою интригу. Зрители, которые придут на наш спектакль, они должны в конечном итоге отгадать или понять там, по ходу дела, какой это сюжет. Вот так. А если вы сейчас скажете, какой это сюжет, пусть даже вы правы, или даже вообще, скажем так, вы правы, то, может быть, к нам зрители не придут. Да, может быть. Наоборот. Наоборот. Я буду тут поспорить. А если наоборот, то не те придут зрители. Вы какие-то определенные штуки. Мы с Апатой хотим позвать, а к нам на Гамлету придут, понимаете? То есть у вас есть образ идеального зрителя, которого вы ждете? Да, есть. А какой он? Это такой интеллигентный, начитанный. До свидания. Спасибо, спасибо. Я понял, что это про Миша. Так, дальше. Ну, вот примерно. С заданием Миши единый спектакль. Какой он еще должен быть? Вот вы, как пара, вот идеальный зритель. Вы ждете нас. Да. Мы придем. Хорошо. А будет ли там фейс-контроль? Кто-то не проходит. Если они не похожи на нас, просто зрители, вы нас пригласили, да, они уйдут. Вот это не тот зритель. Мы по билетам вообще пускаем в театр. А, да тут еще и греет. Да, у нас прогресса. А, тут еще старая система. Угу. Никакого фейс-контроля. А каких зрителей вы не ждете? Есть такие? Нельзя же ругаться. Нельзя ругаться сейчас. А вот у нас Саша сидит, молчит. Интересно. Вот такого зрителя не ждут, мне кажется. Который сидит и молчит. А он у вас молчаливый об этом? Или вы разговариваете? У меня там текста вот столько, по-моему, и все. А, вы то есть, это роль вам? Конечно. Дальше, конечно, двигаться надо как-то. Там кто-то есть? Ну, собственно, у Саши-то и есть. Он так вообще не замолкает. То он, знаете, почему сидит? Потому что у него рот устал. Все время говорит, говорит, говорит на репетициях. Да. А есть там какой-то элемент хореографии, танцев? Песен. Ну, не у Саши вообще. Давай, Саша, рассказывай про спектакль. Ну, вчера у нас родился один элемент хореографии. Один? Про сына или что? У нас вообще балетмейстер. Вы же сын или прочее? Нет, конечно, у нас приезжал замечательный балетмейстер, правильно назвать, да? Его балетмейстер. Александр Андреяшкин очень интересный мастер-класс и проводил с нами неделю. Собственно, мы не вылазили из разного помещения, делали какие-то связки. Это было выморчено. Вместе с собой закрыло. И вы учили бы один элемент хореографии. Почему один? Почему один? Потому что сказали, что в спектакле будет один элемент хореографии. Нет, я сказал, один родился. А, родился. Вчера еще один родился. То есть работаешь, а продолжается. Продолжаем работать. Все перевернуло. Так, балетмейстер уехал, у нас не закончилось работа над спектакль. То есть вы продолжаете сейчас репетировать. Вы еще до конца полностью, нет у вас понимания, какой будет спектакль? Ну, почему? У нас есть уже такое более-менее понимание, да? Всего лишь месяц же остался. Ну, то есть вы судорожно дополняете? Почему судорожно? Спокойно. С удовольствием. С удовольствием? Что-то такое, это правда? Ну, да. Что поменяли, зачем вообще все? Как же будет выглядеть теперь? Постранство, да. Ну, представьте себе, что, допустим, вы попали на Венскую оперу. Нет, на Венский бал, вернее. Венскую оперу на Венский бал. Венская опера – это здание, а бал – это событие, которое внутри этого здания. Вот то же самое. Один в один. Для чего это? Для эффекта. Я что-то не понял. Бал – это для меня какое-то прошедшее время. А вы говорите, что вы о современном там говорите. Такой, знаете, как бы вот сцена, она объединяется со зрительным залом и превращается в такое одно большое пространство, да? Посередине располагается зона, где происходит все действие, а зритель сидит вокруг. Так в цирке? Как в Венской опере. Тебе же уже сказали, да. У меня большая ассоциация с цирком. Я просто на балу давно не был. Также это может быть ринг. О, то есть там еще есть шанс подраться. Да, конечно. Между зрителями и актерами. Ну как, ну это мечта просто, между зрителями и актерами, чтобы можно было подраться. Вот спектакль социопат, понятно про что. Почему в наше время решили такой спектакль поставить? Это связано с текущим положением дел в России? В стране. С выборами, что ли? Да. Связано, конечно. Вопрос из прямой линии какой-то. Может быть вы как-то так воспринимаете современную очередь? В комедиклабе, знаете, такой сюжет, когда там артист пришел в рекламу записывать. Потом кричит по стране про то, что там все так плохо. Так все-таки. Я забыл уже вопрос. Почему в наше время социопат? Почему такая обстановка в стране? Вон какой вопрос. Связано ли это как-то или просто? Получится кулаком. Поставили бы вы такой же спектакль сто лет назад? Нет. Почему? Потому что вы тогда не жили. Я чувствую, такой ответ будет. Мне кажется, сто лет назад были социопаты вообще? Нет? Сто лет назад. Как типы такие, как такие главные типы. Мне кажется, они были всегда. Они всегда же. Как главные типы, честно. Там другой был немножко герой сто лет назад. Был такой романтик, мне кажется, знаете, как сказать? С таким очевидным нравственным набором, явно выраженным. А социопат это же такая... Да, он не был героем. Социопат же такая, какая-то штука такая не очень понятная. Вообще, что это такое? Ну вот для вас что это такое? Вот я и говорю, что это такое. Не совсем понятно, что это такое. Он как романтический герой, он это явный социопат. Он как романтический герой. тогда поставил вообще спектакль это раньше чем 100 лет назад они минуту 100 лет назад и его уже расстреляли мне кажется как раз 2018 2018 например образа 150 200 200 даже больно проблема проблема или это все-таки какое-то позитивное мероприятие у нас выход есть всегда у каждого ну то есть социопаты такая центральная фигура нашего времени позитивная вообще штука такая на мой взгляд позитивный вообще в какая-то такая такая знаете вещь такая позитивная штука театр не всегда ну вот я имею тут тот который мы делаем всегда у нас получается да но ну хотелось бы чтобы какой-то смысл был в том что мы делаем чтобы люди приходили и пошла в общем про это но вы же говорили это когда когда это было и и мы говорили про другой спектакль у нас очень много ребят осталось еще с прошлого интервью поэтому никто же не понял все слова которые я уже сказал и раскрыл его вырезали давно так что вы можете не бояться и рассказывать по новой все но к сожалению время закончилось у нас иначе ничего не раскрыли напомню что у нас в гостях был андрей прикотенко главный режиссер театра старый дом и актеры анатолий григорьев и александр баструхин спасибо спасибо спасибо